Собирай всё, что душе угодно, дружище. Похоже, ты именно тот человек, которого мы ищем. Может быть, ты сможешь помочь нам в решении проблемы, возникшей у нас здесь, в торговом районе. Это Обливиум, дамы и господа. Я шустро, здравствуйте. И пришла я такая, значит, породаться, а тут, значит, вон он учё, квестик. Я председатель общества сознательных торговцев. Мы объединились недавно. Наша цель – создание условий для ведения честной торговли в этом городе. Ещё не все владельцы магазинов вступили в наше общество. Мы работаем с ними и убеждаем их присоединиться. Всё было хорошо, пока не появился Терранир. Он торгует самыми разными товарами по невероятно низким ценам. Его ассортимент хуже нашего, но всё равно это доставляет нам проблемы. Естественно, покупатели стремятся купить товары у него. Нам не достаётся ничего. Если так пойдёт и дальше, многим из нас придётся просто закрыться. Ну, это называется конкуренция. Терранир наотрез отказывается вступить в наше общество и даже обсуждать этот вопрос. Мы убеждены, что он не чист на руку. Мы хотели бы, чтобы кто-то присмотрелся к его магазину и выяснил, где он берёт свои товары. Найди доказательства нарушения им закона и дай нам знать. Мы не можем сделать это сами, ибо он хорошо знает всех нас. Эта работа будет хорошо оплачена, когда он будет выведен на чистую воду. Его товары наверняка краденые. Иначе и быть не может. Его цены меньше, чем затраты на материалы, из которых сделаны эти вещи. Иди и убедись. Надеюсь, ты добьёшься большего успеха. Ладно. Ещё раз спасибо. Так. Нечестная конкуренция. Что самое интересное, я только что ему продавала всё. Привет. Я только что ему всё продавала, потому что реально он берёт всё. Что я могу предложить тебе сегодня? Расскажи мне о своих товарах. Что не так с моими товарами? У тебя очень хороший выбор, Таранин. Спасибо. Здесь не просто отличный выбор товаров. Это настоящая сокровищница. Никогда не знаешь, что у меня может появиться интересного. По выражению твоего лица я вижу, что тебе интересно. Где я беру все эти прекрасные вещи? Я отвечу тебе то же, что отвечаю всем спрашивающим. Для этого нужно иметь хорошие связи. Мои источники очень хороши, но они секретные. Ладно, осмотрись тут. А когда решишь что-нибудь купить, кликни меня. Разговор с Таранином не принёс никакой информации. Однако он определённо что-то скрывает. Стоит понаблюдать за ним и узнать, куда он направляется после закрытия своего магазина. Надеюсь, скоро увидимся. Блин, сейчас только 8 утра. Что я должна делать в 12 часов, твою мать? Это ты. Привет. Здрасте. Соломон. Соломон Жеонет. Я музыкант. Я получил заказ от императора на написание симфонии. А потом он умер, да? Но сейчас, когда император мёртв, всё перевернулось вверх дном. Угу. Эй, это тебя называют героем Квача, да? Это тебе мы обязаны закрытием врат Обливиона и спасением города. Такое ощущение, что он это записывал просто в другое первое издание. В принципе, так. Салют! Салют! Вот что мне делать? Я Гемелус Аксиус, слуга графа Джек Бен. Доводилось слышать о рыцаре, ищущем реликвии крестоносца. Угу. До свидания. Ладно, придётся просто так потратить 12 часов времени. А что делать? Придётся опять кого-то пожрать. Сволочи. Приветствую. Здрасте. Приветствую! Чем могу помочь? Куда он? Куда? Куда мы идём? Эээээээ... К лагмичке. Так. Я тут поганочки собираю. Я пока могу его отпустить. Так, надо поднажать. Я думал, они поговорят. Какая прекрасная ночь. Куда ты идешь, мелкий эльфишка? Угу. Сейчас опять чехну. Ихни! Больной дувакин. Куда ты идешь? Это че он так встал-то? Следят за ним, типа, или нет? Так, а? Что на этот раз? Разве есть в городе кто-то, кто знает о тяжелых доспехах больше варна? Если хочешь научиться носить тяжелые доспехи, идешь именно к варнаху. Говорят, синдикаты волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами в землях Альтмеров. Среди Альтмеров есть могущественная магия. Ситуация может стать опасной. Безопасных тебе путешествий. До свидания. Главное, остановился, так ждал долго, да? Тебя веет силой. Ага. Немножко голодна. Да, не захотелось немножко. Добрый вечер. Ты веришь во все эти разговоры, что якобы повсюду открываются новые врата Обливиона? Точно. Назились ли новости из других провинций? Ходят слухи, что не револит, покинул Моровин и отправился с конфидиции на Акавир. Тем пор о нем ничего не слышно. Даже так? Моровин всегда был беспокойным местом, а сейчас там стало еще круто. Удачного тебе дня. Куда же ты идешь, засранец? Опять его кто-то? Опять его кто-то откликает, чтобы поэтовать, поговорить. Но кто? Ничего. Я уж хотела часик подождать. Как я могу здесь стоять и промокать? Тут же крыша, мать твою. Как у тебя дела, друг? Нормально, отлично, спасибо. Привет. Поговори с Дженсин. Пока. Я тут грибочки пытаюсь собрать, у меня из рук выскальзывают. Да, слежка в облививании. Хуже только слежка в ТСО. Ты обратно пошел? Сколько мы с тобой уже ходим здесь? Я слушаю тебя, гражданин. Сейчас он обратно в магазин вернется, что ли? Как же это нудно. Здесь никакой скрип не сбился, и он не это. Так гремит, кстати. Реально гремит. Тяжелый доспех гремит. Ну и куда? Ну и в чем прикол? А ты кто? Я слушаю. Если ты хочешь от чего... Еще увидимся. Чем могу помочь? И что, он сейчас просто вернется дома и все? Нет, смотри-ка. Давай, сохранимся, а то сейчас это... Ну? Это ты, Агамир? Не так громко. И меня просто присосало. Тебе это умеет. Извини, но я не привык к таким встречам. Я всегда так нервничаю. Ладно. Замолчи и слушай меня. Следующая поставка будет раньше, чем я ожидал. Приготовь деньги. Тот же ассортимент? Я хочу сказать, мне не нужно больше одежды. Ты получаешь то, что мне удается достать. Я получаю сообщение в последний момент, и я вынужден хвататься за него. Выбирать не приходится. Ладно, послушай. Это общество постоянно давит на меня. Так что, может, нам лучше прерваться на некоторое время? Если ты откажешься сейчас, мне придется перенести бизнес в другое место. Или, может, нанести визит этой Джин Син и рассказать о твоих махинациях. Ладно, уговорил. Свяжись со мной, когда у тебя будет товар. Когда мы встретимся опять. Не волнуйся. Он будет очень скоро. Теперь уходим отсюда. У Тора не раз состояла встреча с каким-то человеком по имени Агамир. Похожа следующая цель моего расследования. У меня Агамир. Нужно проследить, куда пойдет он. А я тут грибы собираю. Полу и пей. Паркур. 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 Скрытность. Таким образом. Не вызовет это подозрение у стражников? Что, ушел? Мне столько мухоморов, наверное, в жизни не понадобится. Здравствуйте. Это Талос Плаза, да? По-моему. На вас всю ночь потрачу. Ой, елка. Дайберс, аптим, отель. Куда ты идешь? Не ужас, ведущий на крыльях смерти. Мне скучно. Куда ты пошел? У Агамира есть свой дом на Талос Плаза. Когда он уйдет куда-нибудь, мне следует... Мне нужно будет проникнуть внутрь и все осмотреть. Так, ну сейчас... Я не уверена, конечно, что он в 8 уйдет куда-нибудь. Ну-ка, иди. Я вот, правда, не знаю, как проследить, ушел он или нет. Теперь мне еще и больно. А-а-а! Да-а-а! А-а-а! Понятно. Блин, проблема в чем? Меня жарит. Ничего мне делать. Сейчас-то никто точно спать не будет в 10 утра. Так, давай тогда еще 4 часика подождем. Будем проверять хоть. Здрасте, а ты что тут делаешь? Пунтус Ланин на пенсии. Ложусь поздно. Читаю всякие книжонки. Угу. Книжонки. Книжонки. Ну, хоть здесь можно, наверное, поторчать. Здрасте, пацаны. Нормально, не ори. Прорвемся. Дома Гамира. Ну, можно было и не спешить. Маша, не спеши. Маша. Прекрати. Не слушайте меня. Мне прям сегодня не везет, поэтому... Да, спасибо. У-у-у. В подвале Гамира кучи сваленной одежды и разбросаны разные безделушки. Мое внимание привлекла грязная лопата и испачканные в земле ботинки в углу. А также кучки костной муки там и тут. Я подозреваю, что вещи, которые Гамир продает Торонеру, сняты с недавно умерших. Так, для того, чтобы выдвинуть обвинения в таком ужасающем деянии, следует все осмотреть и поискать более убедительные доказательства. Это будет воровство, да? Ммм, жаль. Черепа. А с другой стороны, ну, краденая костная мука и че? Блин, отмычка будет краденая. Деньги не пахнут. Какая разница, мне все равно из нее делать эти. Жуткий список. На глаза мне попалась бумага, в которой перечисляются имена недавно умерших одежды, и которых их похоронили. И место по расположению могил. Надо взять только жуткий список и показать его Торонеру. Возможно, он не понимает, чем торгует. Окей. Так. Не, ремонтный молоток брать не буду. Ра-та-та-та-ра-та-та-ра-та-ра-ра-ра. А-а-а-а! Так. Торонер. Пойдем до Торонера. Так, как дойти до Торонера? Подожди. Ну да, все правильно. Ты себя плохо чувствуешь? Ну да. Так, там урончик получаю я. Добрый день. Здрасте. Сейчас уже на убыль пойдет. Давай. Не буду. Не буду. Не буду. Так, видимо, у меня дальше. Привет. Торонер, у меня жопа горит. С возвращением. Здрасте. Я поверить не могу в то, что я вижу в его записной книжке. Я подавлен. Только подумать, все эти вещи еще недавно были на покойниках. Это просто не укладывается у меня в голове. Я даже не знаю, что сказать. Думаю, моих извинений тут недостаточно. Что я могу сделать? Помоги мне поймать Агамира. Конечно. Это самое меньшее, что я могу сделать. Первое. Я больше никогда не буду встречаться с ним. Обещаю. Второе. Кажется, он упоминал место, в котором ему придется провести весь этот день. Хм. Да. Точно. Он сказал, что он не сможет заниматься ничем другим, потому что у него есть очень важное дело. Ты думаешь, он будет раскапывать еще одну? Ох, нет, он не будет. Но я думаю, что он уже раскопал. Ох, боги, что же я наделал? Не волнуйся, мы его остановим. Да, займись этим. А тем временем я решу, что делать со всеми этими нечестно добытыми товарами. Я так виноват. Я даже смотреть на них не хочу сейчас. Надеюсь, меня простят за то, что я не уделял должного внимания проверке своих поставщиков. Надеюсь, ты сможешь простить меня. Да, мне-то что? Что за задание? Уйди в жуткий список. Туранер согласился не иметь больше дела с Агамиром. Он также вспомнил, что сегодня Агамир собирается сделать что-то важное. Думаю, мне стоит пройтись по местным кладбищам. Последний человек в этом списке был уродом из имберского города. Мне нужно поработать, попробовать отыскать еще одно доказательство преступной деятельности Агамира. Ну так, если бы еще жопа не горела, было бы чудесно. Ну так, восстановление зато качается, че. С дверью фамильного мавзолея Терентиусов была сорвана печать. Вероятно, это работа Агамиром. Нужно внутрь войти. Внутри фамильного мавзолея Терентиусов оказался Агамир. Кажется, у него товарищи собираются разозорить очередную могилу. Нужно убедиться, что его не совершать такого... Нужно убедить его не совершать такого гнузного деяния. В смысле? Я знал, что рано или поздно ты попадешься. Вот почему я заготовил для тебя эту ловушку. Как видишь, могила уже выкопана. На этот раз я не собираюсь ничего уносить с кладбища. Напротив, я кое-что добавлю. Боюсь, все, что могу тебе предложить, это безымянная могила. Агамир был убит. Поскольку наказание за разорение могилы смерть, нужно считать, правосудие свершилось. Нужно поискать мавзолея вещественные доказательства деятельности Агамира. Фига у него там бронированный танк чила. Фулл броня. Почему реально фулл броня? Он тебе три золотых задарил? Ты серьезно? Так, костная мука. Костная мука. Мукет цветов. Что такое? Преступное отродье. Никто не смеет на... За что? За что? Отбывай свой срок со смирением. Что? 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 Что за бред? Да, еще раз. Я знаю. Так, и что? Сейчас опять прилетит этот? Или нет? За что он вообще прилетел? Я не понимаю. Лорд. Так. Понятно. Лорд, не лорд. А какое еще надо доказательство-то искать? Костная мука. А какой ключ я получила? Нужно поискать в мавзолее вещественные доказательства деятельности Агамира. А, это меня сюда хотели похоронить. Угу. 11. Двимерский меч. Подожди. Не вижу ни хрена. Букет цветов. Оловянный горшок. А что еще в мавзолее должна была найти? Ладно, что за ключ он мне дал? От мавзолея. Ну и ключ от его дома, видимо. Обесцениватель. Что за мяч? Понижение силы воли и выносливости. Ну такое. Что от меня хочет игра? Лопата Агамира. Мне попал с лопатой Агамира все еще покрытой свежей землей из разрытой могилы. Это будет достаточно, чтобы отнести ее к Торнеру. Почему у меня... Почему на меня напала стража? И почему у меня вылетела игра, как только я попыталась отсидеть свое преступление? Странно. Да мне насрать, я не собираюсь ничего делать такого. Быстрее бы ночь наступила. Она будет захарчить кого-то за серией. На самом деле... Блин, я не знаю, вампиризм больше тяготит все-таки, чем это. Чем пользы приносит. Так, короче. Далось ли тебе положить конец деятельности Агамира? Да. Вот его лопата. Тогда мы можем наконец расслабиться. Я боялся, что он одержит над тобой верх, и я буду следующим. Как хорошо, что ты лучший боец, чем он. Я пришел к определенным решениям. Я собираюсь пожертвовать все деньги, которые я заработал, а также остатки этих краденных вещей храму. Я так же хочу, чтобы тебе было известно. Я имел долгий разговор с Джин Син и решил присоединиться к их обществу. Я понимаю, тебе пришлось рисковать жизнью, чтобы дать мне этот шанс. Таранир никогда не забывает такое. Прими это кольцо в знак моей благодарности. Это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить тебя. Кольцо защиты от погоды. Прикольно. Чем я могу заинтересовать тебя? Обновлено. Так. Ну, я даже не знаю, что тебе... Так. Сопротивление огню и холоду. Хорошее кольцо. Давайте я вот это продам. Больше-то особо вроде как и нечего. Все остальное мне нужно. Ну да. Так, ну сейчас мне, видимо, к Джин Сину надо забежать. Это больно, да. Пока она все еще работает. Привет. Я с нетерпением ожидала твоего возвращения. Так. Ну все, Таранир. Отлично. Эта лопата послужит подтверждением преступления Агамира. Вместе со списком она станет серьезной уликой для городской стражи. В твое отсутствие Таранир зашел ко мне. Мы говорили о его роли в этом деле. Он сказал, что не знал об источнике товаров Агамира. Я верю ему. Он рассказал мне о своем намерении пожертвовать деньги и товары местному храму. Он также согласился покупать и продавать товары по справедливым ценам. И последнее, но не менее важное. Он официально вступил в наше общество. Я тронута его честными намерениями. Взамен общество решило не принимать мер по отношению к нему. С него сняты все подозрения в причастности к этому преступлению. Я думаю, тебе не терпится услышать о твоем вознаграждении. Общество благодарит тебя за содействие. Пожалуйста, прими это золото. Еще раз благодарю тебя от лица всех нас. 300 золотых. Спасибо. Лопата Агамира удалена. Жуткий список удалено. Задание завершено. Нечестная конкуренция. Хорошо. Ну, так вот. Еще плюс один квестик в нашу карму. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Где находится Фу? Ого. Так. На Мира. а мне нужно ко мне нужно попитаться кем-то а попитаться тебя веет силой а попитаться мне нужно университете волшебства ладно хорошо давайте я тогда подумаю чем будем заниматься дальше а пока я займусь своим пропитанием как как-то то это наш поклонник я слушаю тебя граждане на великий поклонник который нам на хрен не сдался так я если прям пойду вроде как выйду куда надо так арена нам тоже вроде как не нужна рабыня кстати на на этом здесь мы уже получили 5 поинтов кстати прикольно вот здесь по моему очень сюда сундук здесь бы ночью жаль нельзя главное вот так вот можно а вот а вот так дожди можно ну смотри если получится подожди блин микропролаги мне вот вообще не интересно ну-ка отлично наручи кванк ляо повышение рукопашного боя на 20 единиц и они здесь лежат кстати самого самого начала также здесь еще лежит куча куча всяких всяких книг и 100 золотых наручи здесь лежат всегда так что можно самого начала этим пользоваться вот но есть конечно вы сможете спокойно открыть этот сундук я так понимаю что эти наручи они считаются отсылкой к кунг лао потому что других ассоциации у меня как бы просто нет вот ну вообще не стоит 2005 монет так что можно в принципе загнать сразу в гильдию воров если мы когда-нибудь туда пойдем так что можно оставить как есть а еще у нас значит книжка до песниках песни хрор мира и клинки у нас повысился повысились хромера сын хромера призвал к себе виндак сын винмара король достойный и вин сноу могущественный маг пусть твой лежит в путь твой лежит в элфендер чьи войны грозят моей траве стране простите не призываю демонов чтоб те пугали мой народ хрор мир сын хрор гора услышь услышал слова виндака ледяным посохом клянусь тебе бы я помог охотно но другой я связан клятвой за час двенадцать кружек меда выпить должен я а после любить четырех девять два раза каждую и каждый и твой приказ я выполнить не в силах король не улыбнулся хрор миру и его веселым шуткам коль честен ты помочь мне должен взять ты должен меч даву дар фанга друга твоего который не справился с заданием этим хрор мир рассмеялся теперь я вижу шутишь ты мой верный друг до дар фанг не знает поражение нет лучших мечника коль дашь ему приказ вернется он с победой я не сказал что потерял он потерял потерпел он поражение служить ушел он темным королям элфендера и сделав это обесчестил себя да и тебя как друга своего хрор мир не верил всем словам но знал он что events ну не лжет сказал он двадцать и три дня в страну ночи вскакал он двадцать и три дня в страну ночи страну ночью или начиск в королевство страха где ходят все со свечками в руках чтобы не попасться в лапы зла что рыщи в темноте страну тех трех темных королей элфендер взял факел от руки хрор мир проехал через темный лес поля луга притихшие деревне деревне через черные ворота замка элфендер что был чернее ночи три темных короля смеялись завидев хрор мира и послали за дарфгангом мечником лучшим рыцарем своим мой друг и брат так крикнул хром в зале ночи глаза своим не верю уже ли ты забыл о чести рыцарской и о нашей славном братстве и служишь злу хрор мир вскричал дарфангл коль не знал ты тебя и ненавижу один из нас умрет но хромер готовы был к битве игулки моихом зале раздались тяжелые страшные удары клинка дарфганга и посоха хрор мира могучие войны и великие маги когда-то вечные друзья теперь враги весь мундус потрясли своей войной они могли сражаться целый год когда посветило солнце в эльфендоре и отвечала и отмечала время и всякий хромер или дарфанг мог победить в том поединке но вдруг увидел хромер что во тьме блеснули слезы на щеках былого друга и тут заметил он что тень дарфанга была чужой тогда схватил он посох свой ударил не дарфанга но тени то вскричала стой смертный день стала ведьмой горбатый из сагбенной в плаще и капюшоне и прошипела хромер смертный душа дарфанга друг твоего теперь моя игрушка но я готова обменять и я на твою хотя бы хотя оба вы сильны но ты умнее твой защитник эльфендора такой защитник эльфендора нужен темным королям и сыновьям моим отважный хромер не помедлил он храбро отвечал темная ведьма отпусти дарфанга и тогда я в твоей я власти ведьма рассмеялась и освободила дарфганга ты сделал это то чтобы честь спасти но думаешь ты теперь без чести смертный но будешь ты теперь без чести смертный защитник темных королей наследников серого быть может ты должен разделить между ними эльфендор и полюбить меня свою хозяйку за потерю чести за жертву друга своего дарфган готов был пронзить кинжалом свое сердце оставив его хромер шепнул нет друг мой ты жди меня в таверне деревенской и после этих слов дарфган покинул замок а хромер взял сморщенную лапу ведьмы и прижал к своим губам о темная ведьма клянусь тебе чтить черные слова твои от правды отвернуться помочь смерть до стремлению темных королей иметь наследство поддельным иметь наследство подделием а имеет наследство поделенным любить тебя считать тебя прекрасный тогда в палаты сердце ночи хромер и ведьма удалились он целовал и сморщенные губы и и сморщенные отвисшие груди 10 дней и 3 и 3 хромер его посох боролись то сука серьезно затем подули ветра киноарет надо холмами и лугами эльфендора касание божественной дебиллы заставила цветы раскрыть свои бутоны эльфендор стал садом небесной красоты напуганные слуги темных королей проснувшись обнаружил что страхов больше нет и раздались на улицах деревни ликующие крики в таверне той деревни хромер дафган два верных друга обнялись и пили крепкий мед и ведьма тоже улыбалась пока спала в постели мягкой но проснулась лишь солнце лучи и ее лица коснулись она проснулась и увидела всех и поняла все увидели ее она вскричала смертный на землю пала ночь когда влетела ведьма в ту таверну окутав тьмой всех на своем пути но все крестьяне видели ее гнев на ужасном лице и затряслась от страха ведьма сказала что королевство должно быть поделено между наследниками нольфендрол бы целым сохранен а дети поделены растянутые четвертованных ромира и это посмешило но он погло но он поглотил смех вместе с медом ибо никто не должен смеяться перед ногтюрнал великим лордом дейдра ее страшное лицо не прикрытое с серым покровом ночью вынудила спрятаться саму луну но хромер могучий не дрогнул темная ведьма где твой капюшон и его украл смертный пока я спала когда я проснулась мое лицо было открыто а королевство все залито светом мои темные края короли поделены на части а мой защитник здесь смеется ты обещал мне что правда отвернешься это обещание и это обещание сдержал хромер сына хрор гора поклонился ведьме своей королеве и и так служить тебе я буду пока ты клятву не освободишь острым защитника вовсе не нужен ведьма освободила душу хрор мира и он вернул ей капюшон а после всвете тьмы в темнейшие она покинула эльфендор навсегда выпив 20 кружек меда и полюбив четырех дев два раза каждую драганг вернулся к ивен сноу с хрор миром сыном хрор гора прикольно но если бы конечно не этот слог было бы просто замечательно руководство по доспехам руководство по оружию не знаю читали мы это не читали этому по моему точно читает читали ну а все остальное нам еще предстоит посмотреть ладно хорошо на этом на сегодня и закончим с вами сегодня было шустро увидимся следующей серии посмотрим чем будем заниматься возможно мы пойдем и добудем мудрость веков вот но это не точно сначала надо точно кого-то похорчить удачи до новых встреч пока пока